Друзья мои, братья и сестры, поздравляю вас с этим особенным воскресным днём. Этот воскресный день посвящается воспоминанию, воспоминанию притчи, которую Господь привёл в Евангелие для каждого из нас, притча о блудном сыне. Суть её такова, что некий человек из семьи решил уйти, и он сказал отцу, отдай часть моего имения. И отец честно поступил, он отдал это имение, и вот сын ушёл в чужую страну, где блудно расточил все эти средства, а потом, придя в себя, он возвращается к своему отцу. И вот здесь главный упор церковь ставит на реакцию отца. Он увидел издали, что идёт его сын, весь действительно такой вот уже грязный, такой вот истрёпанный. И он выскочил ему навстречу. И вот отец падает на грудь своему сыну и целует его, и говорит, чтобы закололи тельца упитанного, будем есть, пить и веселиться, и не помнит уже грех своего сына. Сын при этом говорит слова, отче, прости меня, я согрешил пред Богом, пред тобою, я не достоин называться твоим сыном. И вот реакция отца – это все прощения. Вот церковь именно эту притчу в подготовительный период поста даёт нам как образец, образец того, что Бог всегда нас любит, что нет такого греха, который бы мог победить его любовь. И он не будет требовать с нас, почему ты расточил свои таланты в этой жизни, как врач, когда к нему привозят больного или приносит. Он не возмущается и не говорит, почему ты ходил по нашему архангельскому скользкому льду, так нерадиво и сломал себе руку и ногу. Врач оказывает помощь с любовью. Бог выше врача, его любовь несоизмерима не просто с любовью врача, даже с материнской любовью. И он готов нам простить, но он не может всех простить. Почему? А потому что для прощения человек должен прийти в себя, как сказано в притче, и идти навстречу Отцу и признать свой грех. Я желаю каждому из нас глубокого самоуглубления, вот этого глубинного покаяния, чтобы мы все из нашего сердца приподняли, увидели весь этот срам, все это безобразие, безобразие, как мы говорим, и пришли к Отцу Небесному. И попросили у него прощения и помощи. Аминь.